Отношение к 90-м, потому что многие считают, что это было время возможности. И на Иосифовне Ельцина вообще говорят, что это святые 90-е. Ох, я бы так не сказала. Ну, во-первых, для обычных людей я считаю себя обычным человеком. Когда случились 90-е, мне кажется, что... Ну, тогда, правда, стоимость доллара была другая. Наверное, доход моей семьи составлял около 100 долларов. Это очень мало. Я жила в коммунальной квартире. У меня был грудной ребенок. И вдруг опустили все прилавки. И я должна была прийти в ЖЭК. Сейчас это как-то иначе называется. ИИРЦ или еще что-то. Ну, в общем, вот это вот коммунальная служба. И по своему паспорту лично получить вот такие бумажечки, похожие на... В моем детстве такие были билетики на автобус из какой-то совсем плохенькой бумаги. Где было написано масло животное, 250 грамм, там табачные изделия, алкоголь и какие-то товары, хозяйственные товары. И я соседом менялась и отдавала ему талончики на алкоголь и на сигареты. А он мне давал на масло животное. И, в общем, вот только по этому талону в магазине при наличии пачки масла можно было купить масло. И почти ничего не было. И денег было мало. И вот это вот просто купить хоть что-то, поесть. Ну, какие это святые 90-е. Или чтобы купить себе перчатки или, я не знаю, чашку, нужно было иметь на хостовары эту бумажечку. И она была определенная. То есть я могла, допустим, одну чашку купить, а сервис нет. Вот. Потом кино встало. То есть кино остановилось. Потом на улицах разгуливали ребята, те самые малиновые пиджаки, у которых вот здесь на руке висела черная сумочка под названием «Барсетка». И там явно было оружие. Она была вот такая. И они ходили такие бритые, с какими-то золотыми цепями, с какими-то часами. Вот это вот все. Я слышала разговоры среди друзей, что вот эта группировка воюет с этой, там, Таганковские с Солнцевскими. И вот это вот там есть авторитет, там, Слава Солнцевский или еще что-нибудь. Вот эти были разговоры. И люди гибли. И в какой-то момент научные сотрудники или какие-то профессуры оказались на улице. И они в подземном переходе торговали тем, что они могли найти фены. Кто-то кому-то пытался продать компьютеры, кто-то сахар. Нет, я помню, конечно, это время. И что-то прекрасное. Ну, для некоторых людей, значит, это, как, еще раз повторю, было время возможностей. Ну, наверное, я говорю про обычных людей.